Так, друзья, впереди много интересного. Это будет называться второй серией. Каждый студент должен, а я уверен, что сейчас не каждый это сможет, то, что студенты современные, это 17-20 лет, выросли уже в этих самых, на детских стрелялках, как бабушка моего, своего внука моего сына, который тоже ночами не спал, говорила, игра в чертиков. А вот знают ли они, для чего этот игра в чертиков может хотя бы пригодиться, то есть компьютер. Итак, я набрал фото Абрикос Академик в Яндексе. Это любой студент должен сделать. Что это будет дальше, для чего? Вы же помните этот самый фильм? Ой, какой фильм, как он называется-то? Сейчас, 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 сейчас. Ага. Сейчас я быстренько найду его. Опять. Ага, вот он, украденная у меня фотография. Вот. Я беру ее за основу. Дело в том, что уже любой студент должен знать. Воруют самые лучшие фотографии. Присваивают, обманывают людей, а ему придется вращивать сад. Его тоже могут обмануть. Ему, тем более, что вот сада нет, и ни одного зернышка, ни одного семечка, никакой институт, никакая академика ему не обязана. Должен достать, где хочет. За деньги родительские свои украсили, но это я пошутил. И вот, получается, посмотрели. Ага, яркая фотография. Смотрим. Вот же она. И теперь мы начинаем разбираться. Итак, все это якобы абрикосы академик. Вот эта фотография и действительно похожа. Смотрите, я нажимаю на нее. Так. Теперь нажимаем. Это была левая мышка. Теперь правая. Найти изображение в Яндексе. И вот студент должен сказать. Эта фотография о том, видите, о чем? О том, что сколько много разных сайтов интернет-магазинов его присвоили. Вы скажете, да не так уж много. Железово говорил сотни. Хорошо. Видите, как она повернута? Вот носиком сюда. Потом кто-то взял фотографию вот так вот, раз, свернул. И давайте. Теперь найдем это изображение. Сейчас от нас скрыть истинное расположение. Вот. Внимание. Ой, 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 ой. Ой, это я все листаю. Ой, 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 ой. Так. Ой, ой, ой. И опять не все. Смотрите. Я возвращаюсь обратно. А вот еще, смотрите, еще вот таких. А еще таких. А еще таких. Поняли, да? И еще, к сожалению, других более бабочками украшивали, чтобы замаскировать. Смотрите, бабочками. Ну, ладно. Попутно тут кто-то бы показал себя золотоком Железовым, который в то время станет легендой, когда все это начнет внедряться в жизни. Напомню, что должно внедриться в жизни. Вот тебе пять соток, через пять лет приедают в полночайший сад комиссии. Экзамены эти самые, понятно, по теории, это все, естественно, дистанционно этим. Это можешь когда угодно делать. Институт на тебя еще сэкономит на том, что на поменьше площадей потребуется. Вот. Ну, вот здесь, вот моя фотография, кстати. Вот это так, к слову. Вот, видите? Ну, ладно, сейчас все. Это еще бы вам показал, но уже не буду. Итак, разобрались, и возвращаемся мы там, где мы когда-то были. То есть, фотографии, вот она, фотографии, вот они. И мы саму теорию, саму идею мы сейчас будем внедрять. Какие я буду пропускать, это не значит, что с ними нет работы. Просто я буду выбирать наиболее значимые фотографии. Ну, немножко будет, пусть выглядит вот так. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Ага, я вот почему еще вспомнил одну вещь интересную. Вот. Я вспомнил Хольцера. Вспомнил не я сам, а мне начали задавать вопросы. Как вы относитесь к Хольцеру? Вот. Это имеет отношение к самое прямое, самое... К нашему разговору. Дело в том, что Хольцер, у него природный ландшафт, он природы не калечил. А если занимался террасированием, место, это самое, ровное место у него получалось, здесь куча горы, а здесь пруд с рыбой, это тоже нельзя назвать, с таким уж плохим делом. Наоборот, все-таки хочется, чтобы у нас ландшафт был наиболее привлекательный. И вот его однажды в своей книге написал следующее. Я перенес несколько больших муравейников к себе в сад из тайги. У меня были из... Прошу прощения. А, слушаю. Да, дома, но мне сейчас еще минут 15 будут фильм доснемывать. Ну давай. Так, жизнь продолжается. Так вот, у него были неприятности. И почему? Потому что эти муравейники он присвоил, забрав их из леса. Это считалось страшным преступлением. У нашей же феи, так называемая, телеканала Бобер, на глазах всей страны уничтожили. Не перенесли в сад, чтобы сад облагородить, сад оздоровить. Уничтожили, уничтожили со злобой. Будучи самыми примитивными созданиями. Ну, примерно, как вот в палате номер 6. Но там тоже тем-то не дают уничтожать природу. А эти на воле. Значит, как-то их надо по-другому вызывать. Вот. Просто распоясывшиеся... Прошу прощения. Я сейчас на секунду открою. Нахожусь на самоизоляции, вот в ней подкармливают. Так, продолжаю. Значит, получается так, что это одно из ярких, вопиющих случаев ошибочного отношения к муравьям. Вот. Потому что сразу телеканал Бобер, первый канал федеральный, который является шефом этого телеканала, все руководство, все должны были бы оштрафованы страшно, заведены в уголовное дело за пропаганду, чуть не сказать, человека-ненавищества, муравьида-ненавищества, которая цивилизация не вступает по разуму нашей, за пропаганду вот этой вот звериной злобы, которая приводит к уничтожению природы. Вот. Этого не произошло. Никто не заметил, никто, кроме меня, ни один человек во всей стране, что они сотворили. Вот почему нам нужны новые студенты, почему нам нужны новые институты. Вот именно. Я вот сейчас, если бы быстро смог бы найти, сейчас закрывают, сокращают Тимирязевскую академию. Они и так ни хрена не умеют готовить студентов, а тут еще и у них площади отбирают. Интересно, а как они учить-то их будут? Вот. Это ужасно, то, что творится. Вот. А может быть, мы постепенно к ним подойдем, потому что вот попробую в этом мобиле фотографии что-нибудь сейчас найти. Что-нибудь сейчас найти. Так. Наверное, будем к ним идти. Ну, еще секунду потратить, а вдруг увижу. В этом мобиле несколько фотографий, посвященных Тимирязевке. Нет, ладно, интригую. Я все-таки должен сейчас быть кем? Студентом, который сдает экзамен. Ну, давайте поехали. Вот очередная фотография. Выражение наших покупцев. А, ну, это студенту пригодится или нет. Дело в том, что это Тернопольщина, и эта фирма, по продаже саженцев, якобы по выращиванию, присвоила вот одну фотографию. Вот, это фотография с интернета, это фотография с интернета, это выдуманное все. Ну, это ладно, это вроде бы не вопрос студента, вот. А вот это, видите, это Сибирь. Это мой сад, это моя помощница, аспирант, гордо говорю, аспирант этого самого Академии. Видите, а они присвоили еще эту фотографию, что это якобы Тернопольщина. Они наверняка не знали ни меня, ни мою помощницу, а просто взяли с интернета. Вот. А вот и меня. Вот это наш сегодняшний уровень. Почему я говорю? Вот таким путем, да, вот, не знаю, не умея выращивать саженцы, вот, таким путем мошенническим, у нас не двигается садоводство, никак не двигается. Ну, это я, раз такая фотография попалась, я не мог ее не прокомментировать. Вот это страшные фотографии. Это заканчивается подготовка ямы под саженец. Это смертельная ловушка. Посмотрите, человек так старается, лучше бы уличный дом построил. Вот так старается. У него саженец уже искалечен, у него основание штамбы уже гниет, как должен отвечать студент. Вот, что вот это, то, что он сделал, бетонирование, вот это, видите? Бетонирование, настоящее бетонирование. Ему кажется, что он сделал красивый, приствольный этот самый круг. Вот. Он приготовил смертельную ловушку. Вот так должен ответить студент. И сказать, вот видите, крупный план. Вот видите, он еще не успел это сделать до конца, оно уже гниет. Вот это есть. А почему так надо было? Увидел за границей, как иностранцы украшают сад. Решил повторить. Но иностранцы нам продают яблоки, груши, персики, а не мы. Вот. Вот эта вот глупость невероятная, как будто это украшение сделает долговечим саженец. Это страшная ошибка, должен говорить студент. А было вот с этого, да, с этого начиналось. Вот оно. Пожалуйста. Вот. Он уже гнил. Он уже гнил. Нет, ну, надо взять и изготовить здесь особое это. Вот. Я первый раз такую дурь вижу. Но это не просто дурь. 300 тысяч просмотров. Вот что страшно. Еще кто-то захочет украсить сад. Вот этими смертельными ловушками. Дерево-мультифрукт. Вы знаете, что должен сказать студент? Это второй пример, как, это, за тем, как когда-то Железов, незабвенно еще живой, возмущался, что 3 месяца от посадки семечка до урожая. Что подлее ничего нельзя придумать. Это рассчитано только на то, что в современной биологии в школах не изучается. Вот. И вырастают люди абсолютно безграмотные и могут в это поверить. За 3 месяца от семечка до урожая. Вот. А вот это второй пример невероятной глупости. Что такое мультифрукт? Смотрите. Внимание. Здесь не забыли в авторитеты взять самого Ивана Владимировича Мичурина. Чтобы люди поверили, что все купят такие деревья, и у него будет что? Внимание. А, и еще Бирбанка Лютера взяли в команду. Вот что должен студент говорить. Страшная ошибка. Вот. Оказывается, идея мультифруктовых дерев не нова, раз Мичурина и Бирбанка этим занимались. Вот. Вы ничего не видите? Ничего не видите? Смотрите внимательно. Вот это как раз для студентов ловушка. Ну и что? Ну и выращивает на одном дереве несколько сортов. Даже разновидовых. Ну. И тут студент должен попасть в ловушка. Вот такие фотографии ему должны выдаваться и вступить на экзамен. Вот. Вот. И вот уже яблоня может иметь на себе ветки с грушами или персиками. Там, там, тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам. Я просто эмоции включаю. Я не знаю, как студент будет отвечать. Но студент должен отвечать, что это невозможно. Сухо, внятно. Ну. Ой. Пожалуйста. И люди в это поверят. Персик-сибиряк. Опять фотография, которую... Это уже опытный студент должен сказать. Это фотография Железова. И ведь не случайно назвали сибиряк. Железов-то в Сибири живет. Другое дело, что откуда у них будет морозостойка, это сорока, как у Железова. Это невозможно. Это сказки. Это на самом деле персик-хасанский. Да, морозостойкий, но он единственный в своем роде. И ни один питомник его не выращивает на продажу. Они только скупают на южных странах. Так и должен отвечать студент. Скупает и скупает. Ну, эту фотографию, вы видите, что делает эта девушка. Она будет заоречивать эту рану. Видите, вот это вот дупло. Дерево старое, сбитое, уже дупло есть. Вот. Студент должен сказать. Никакими охищениями, никакими бетонированиями, никакими замазаниями дупел продить жизнь дерева невозможно. Его просто не надо трогать. Вот. Наоборот, если не трогать, дольше проживет. А вот здесь вот такое желание у человека. Обрезка волчков на груши. Вот. То, чего сделать, делать никогда нельзя, должен отвечать студент. Вот. Никогда нельзя вот это вот. Никогда. То есть, вот растет, если ветка груши горизонтальна, она обязательно даст вертикальный побег. Обязательно. И не надо с ним бороться. А через год они начнут плодоносить. Это просто множество фильмов созданных для того, чтобы было о чем поговорить. А внизу ставьте лайки и купите у нас то-то, то-то, то-то. Вот. Ненужное, чрезмерное калечение деревьев. Бородование на яблонях. Студент должен говорить. Старинный прием, хитрый, подлый, потому что он не принесет ничего, кроме дерева, кроме горя и обид и этих самых, и желания умереть. Нельзя бороздавать. То, что когда-то на дереве появятся трещины, даже вертикально, еще не повод, чтобы взять его заранее искалечить бороздаванием якобы, как чтобы упредили. Вот сейчас кору искалечим, и все. И тогда дерево не будет трескаться. Правильно? Раз искалечили его заранее. Осенняя подсадка саженца. Все. Студент должен сказать, что наибольший вклад в новое садоводство внес в железо Валяй Константинович, потому что все его работы, материалы пропитаны десятком важнейших агроприемов. Простых, как пять копеек. Посадка на холмы. А те, кто упорно продолжает переписывать друг у друга, у авторов 20 века, 19 века, посадку в ямы, он просто не ведет, что творит, он просто дает совет, он думает, что так надо, раз кто-то до него написал. И я еще добавлю. И я вставлю в этот самый, в Яндекс.Дзен. И я заработаю лайки. Вот. Можно использовать как подвой. Да. Это не так просто, как кажется. Вот просто взяло и получилось. Нет, это особая работа по сближению. Его можно в какой-то степени назвать мичуринским словом насыщением ментора. Но Жерезов пошел дальше, потому что он приучил не сибирку культурным сортам, чтобы до нуля довести биологическую несовместимость, до нуля снизить. А именно культурные ветки, яблоневые, насыщенные генами сибирки, обманывали сибирку. И сибирка принимала и качество подвоя, качество привоя на подвой. Вот это особая работа. Но тут уже до этого достаточно, чтобы студент получил пятерку. Ну, здесь осенняя работа в саду, здесь подчеркивалось то, что, ладно, пропускаю. Вот. Это, ну, как комментировать? Вот. Наверное, это для студента и будет экзаменационным билетом. Вернее, сдача экзаменов. Угостил комиссии вот такими годен. А если не вырастил, не нужен он нахер. У нас еще есть биологи, есть агрономы, есть экологи. Особенно бездельники, это экологи. На их глазах уничтожается планета им по барабану. На их глазах уничтожали муравейник, центральный телевидение, канал федеральный. Уничтожал муравейник. Никто ухом не повел. А они не просто один муравейник уничтожили. Они дали пример, как уничтожать по всей стране, во всех садах муравейники. Вот что страшное. Ребята, вот экзамен сдадите, а для того, чтобы это вырастить, вы перестанете, студенты, уже в своих садах калечат деревья. Вам не понадобятся ядохимикаты вообще. Вам придется совсем мало поливать, там нет никакой особой работы. Ну, косить придется. Ну, в пять соток справитесь как-нибудь. Это для комиссии. Так, ну, здесь получается фотография, да, учебная. Что можно увидеть? Можно увидеть осенний листопад. Студент должен сказать, что его ни в коем случае нельзя брать грабли, нельзя сгребать. Эти листья, это для еда, для червей, для всей пищевой цепочки. И рано или поздно они в Велисе вернутся в виде питательных веществ, они вернутся обратно в дерево и снова станут листьями. Вот этого никто так не преподносил. И студенты вслед за мной первые, кто об этом будет произносить, никаких убираний листвы, ни сгребания, ни сжигания, ничего. Все как лежит, так и лежит. В этом саду нет больных листьев, убирать их не нужно. Этот вечный страх, ах, там зимует насекомое вредное, так раздули это все. Еще должен студент сказать, нет, а там подробнее будет потом, ладно. Это про то, что все насекомые имеют крылья, об этом современная наука не знает или забыла, не обращает внимания, заставляя уничтожать маленьком кусочке ландшафта. Не понимая, что все тут же слетится обратно. Ландожорка прилетит на крыльях, муравьи прилетят на крыльях, не шучу, кля прилетит на крыльях, жуки прилетят на крыльях, гусеницы прилетят на крыльях, бабочек. Вот, это я, вот так, да, практически все. Вся эта херня по уничтожению, а одну студенту нельзя так говорить, надо сказать, была совершена величайшая ошибка по выгребанию листвы и обреканию дерева на голод и на голодные жизни, на слабости, на болезни и на преждевременную смерть. Ну и видите, как, сколько я наговорил, так я еще главное не сказал, до чего обрезается вот так ветка. Целиком обрезать нельзя, так. А ветка теперь станет, в данном случае, цель ее была такая, чтобы она дала побеги для будущего, чтобы можно было их использовать в качестве привычного материала. Вот, видите, вот примеры. Ну, к сожалению, это ворошки способ, но если так не делать, значит, черенков на прививку не будет. А сады непривитые никогда по качеству не догонят и не заменят сады, которые выращены из семян. Это и есть колновидные яблони. Самый вознательный студент должен сказать, у нас так мало этих колновидных садов, особенно в Сибири. Считайте, их практически нет в средней полосе России, редкость на Урале, на Дальнем Востоке. Поэтому легко не ошибиться, если сказать, что это в Железовске фотографии. А может, и прямо студент должен говорить. Вся наша современная экзаменационная программа составлена на фотографиях Железова. А теперь внимание. Сейчас развернем и будем смотреть. Вот здесь колновидная яблоня разделилась на чуть ли не десяток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть побегов. Почему? Замерзает верхняя простовая почка. Давайте еще посмотрим варианты. А вот здесь, это тоже колонна, это баргузин мой. Значит, здесь она не замерзла. И вот получилось, что идет следующий этап. Но, тем не менее, с самого начала у меня центральный штамп дал всего несколько плодов. Потом, так как они вот так вот отмерзали, отношение переходило на боковые ветки. Средники урожая. Колонны по урожайности никогда в средней полосе не будут отличаться от обычных яблок. Про эти густые, как облепиха, налепленные яблоки, смотрите, как на случайные явления, одногодичные. Только потому, что студент может получить пять с плюсом или шесть, если скажут по железу. Среднее урожайное дерево зависит от площади листьев. Поэтому, никаких супер урожаев на специальных подвоях, специальных колонновидных сортах не будет никогда. Так, поняли, да? Переход на боковые. Вот они, видите? Даже хотя здесь центральная почка не выверзла, дала побег дальше. Тем не менее, по отношению пришло на боковые ветки. Вот здесь точно так же получилось. Вот. Вот здесь, видите? Вот. А вот здесь центральная обег, центральные верхние почки на центральном проводнике замерзли. И вот получилось вот такое дерево. Тем более, оно не сохранило колонновидность. Ну, это последнее яблочко колонновидное яблони. Вот. Жаль, потерял бирку и не знаю, какой это сорт. Вот. Поворот. Еще одна колонновидная яблоня. Еще одна колонновидная яблоня. Конечно, сейчас уже в яблок не осталось. Но фотографии с яблоками там чуть раньше. Мы начали фотографии последних дней. Видите? 24 октября. От съемки 30-го. То есть, 6 дней назад. Вот. Это была специальная тема. Вот сейчас, видите, это 24 октября. И до сих пор лист не сброшен в верхушечек. Это их слабое место. Дальше, если замерзнет, пойдет расщепление, раскустистость на несколько разных этих, на несколько разных веток получится. Вот еще один яркий пример. Вот здесь вот погибла центральная почка. Вот результат. Верхушечная, я бы так говорить точнее. Вот. Вот еще яркий пример. Видите? Замерзла. Вот центральная замерзла. Так. Замерзла. Здесь тоже замерзла. А вот эта не замерзла. И здесь минимально получилось расщепление. Не расщепление, а расцветление. Так. Наше время истекло. Через полминуты сама отключится. Еще одна колонна. Еще одна замерзшая. В общем, вы поняли. В средней полосе. У меня для Сибири не самый жесткий климат. У нас никогда не будет настоящих колонн. Будет псевдоколонны с большим, как бы ее назвать-то, с большой ветвистостью, от которой сбавляться нельзя. То есть в отчаянии, желающие продавать колонны, видя, что колонны вырастить невозможно, начали говорить, разводить руками и говорить. Режьте, режьте, отрезайте все боковые ветки. Это такая же подвиск, как и реклама самих колонн. Все, наше время истекло. Это заканчивается сама автоматом вторая серия. Не знаю, чему я научил студентов, но, может, никто, никогда, ни один студент этого не увидит. Горько, да? До свидания, друзья.